Вы смотрите MarketWatch Это краткий обзор главных событий мира финансов. Рынки взяли паузу после начала недели, отмеченной распродажи акций, но настроения остаются неустойчивыми. Вновь возникли опасения по поводу состояния экономики США, и внимание инвесторов сосредоточено на данных о занятости, которые будут опубликованы в ближайшие дни. В среду опубликованные данные показали, что рынок труда США ослабевает, что повысило ожидание возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. В то же время, дополнительная информация, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который выйдет в пятницу, вызывает дальнейшее напряжение среди участников рынка. В четверг доллар немного ослаб, так как трейдеры усилили ожидание значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом месяце. Инвесторы начали избегать рисковых активов в пользу безопасных, и иена стала одним из главных бенефициаров. Японская валюта укрепилась на 0,26%. Швейцарский франк, также считающийся безопасной валютой, остался стабильным, показав недельный рост на 0,46%, что меньше, чем у иены. Доллар оставался под давлением на азиатских торгах, евро торговался на уровне 1 доллар США 1083 десятитысячных, фунт на уровне 1 доллар США 3147 десятитысячных. Индекс доллара снизился до 101,25, отражая его падение по отношению к корзине других валют. Цены на нефть немного подросли после того, как ранее они упали до многомесячных минимумов. В четверг цены получили поддержку после того, как данные Американского института нефти показали сокращение запасов нефти и топлива в США на прошлой неделе. Если данные официального отчета Управления энергетической информации США, которые должны быть опубликованы в четверг, подтвердят это снижение, оно может стать крупнейшим недельным сокращением запасов с июня. А теперь к крипторынку. Согласно официальному объявлению от 4 сентября, Цурихский Кантональный банк, являющийся четвертым по величине банком в стране, теперь предлагает услуги по торговле и хранению биткоина и эфира. Предложение полностью интегрировано в существующие каналы и рассчитано как на клиентов, так и на сторонние банки, заявили представители организации. Технически, биткоин, после теста отметки 56 тысяч долларов США, продемонстрировал рост. Однако, пока не смог переломить локальный нисходящий тренд. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.